Семью как прокормить? Об этом вообще как они думают? Это правительство. Сидят там, жируют, а народ страдает. Второй рынок Махачкалы. Прилавок с куриным мясом и яйцами. Поток возмущенных покупателей здесь почти постоянный. Граждане со средними доходами боятся остаться без яичницы по утрам и без куриного супа. Цены на главные ингредиенты для завтраков и обедов растут просто катастрофически, говорят покупатели. Яйца золотые стали. Вместе с курами вместе. А кто пенсионерам, вообще непозволительно. 280 рублей яйца, клеток. Куда это годится? Это вообще безобразие полное. Никакого контроля со стороны руководства правительства имеется в виду. Роспотребцание, кто там этим занимается, я не знаю. Вообще полное безобразие. Сегодня цена на куры в Махачкале от 200 до 220 рублей. Десяток яиц в отдельных торговых точках доходят до 100 рублей. Такие цены серьезно бьют по кошельку дагестанцев, чей доход в районе прожиточного минимума. Ранее члены Национального союза птицеводов согласовали меры по сдерживанию цен на продукцию. Однако между производителем и прилавком довольно много посредников. Отсюда и неизбежное накручивание цен. А сейчас что? Совсем подешевели что ли? Ну, совсем чуть-чуть подешевели. А сейчас говорят, что чуть-чуть подешевело. Все равно это очень дорого для нормальных. Я имею в виду для пенсионеров, для людей. Не каждый имеет возможность такие деньги платить за килограмм курочки 300 рублей. Между тем, дагестанские птицеводы уверяют, что в последнее время они работают себе в убыток, фактически отдавая птиц участникам ниже себестоимости. Накручивают цены на мясо и яйца уже на точках продаж. Птицеводы сетуют, что не хватает государственных грантов для поддержки малого бизнеса. Мы продавали вот так, где-то 7 дней назад, 140-130 рублей живой вес продавали. Сейчас уже 110-115, уже упала цена. На рынке они свои цены вставляют. Просто мы не можем, если у нас было бы в воинцеха холодильники, морозильники, чтобы мы могли упаковывать, свою марку поставить, все, мы могли бы цену, вот так, умеренные цены оставить. И если мы сами реализовали бы, у нас умеренная цена была бы и потребителям тоже можно было их не то, что 200-180 рублей. Если мы сами продавали бы, 150 рублей в данный момент. Я имею в виду данный момент. По словам птицевода Зайналабида, рост цен на яйца и мясо птицы обусловлен подорожанием кормов, снижением объемов производства из-за птичьей болезни и уменьшением объемов импорта инкубационных яиц. Бывает вот так, 20 тысяч поголовья. У нас по-любому поддержка бывает у них. Если 20 тысяч, где-то 10% у нас поддержка бывает. Иногда бывает, что птичий гриб пришел, а вакцина нет, для него вакцинацию не делаешь. Она может и половину подохла. Не всегда она рентабельная, это птицеводство. Ну, как бычков, барашек, их держать ты долго не можешь. Корма тоже подорожала. Вот в прошлом году 17-18 рублей было корм, сейчас 26-27 рублей. Раньше цыплята бывали, вот 2 месяца, 3 месяца назад. 33 рубля цыплята мы покупали, а сейчас 50 рублей, даже 55, говорят. Насколько обоснованным было повышение цен на яйца и мясо птицы, проверит федеральная антимонопольная служба. Лариана Шимхалаева, Магомед Магомедов, телеканал ННТ Махачкала.